Режим прекращения боевых действий Режим прекращения боевых действий В осажденные пункты в районе города Мембидж направлено два гуманитарных конвоя, которые доставили населению продуктовые наборы, питьевую воду и предметы первой необходимости Напомню, что в районы, контролируемые курскими отрядами самообороны, введены подразделения сирийских правительственных войск, а также в них восстанавливается работа органов государственной власти Сирийской Арабской Республики В осажденный террористами ИГИЛ город Дер-Изор российскими самолетами за последнюю неделю доставлено 122 тонны гуманитарной помощи по линии ООН Российский Центр по примирению продолжает оказывать помощь населению Алеппо В восточных районах города ежедневно проводятся гуманитарные акции, функционируют пункты выдачи горячего питания Военные врачи Госпиталя Минобороны России оказывают медицинскую помощь населению Жители города помогают местным властям в восстановлении мирной жизни Так, в Восточном Алеппо проведено несколько акций по расчистке завалов и уборке улиц, в которых приняли участие сотни горожан Мирному процессу в Сирии способствуют переговоры в астанинском формате, в ходе которых проводится тщательный анализ по всем нарушениям режима прекращения боевых действий В настоящее время идет подготовка к очередной встрече, которая состоится в столице Казахстана 14-15 марта В ходе переговоров предусматривается завершить разработку единой карты присутствия в Сирии формирований террористических организаций Джабгата Нусра и ИГИЛ Согласовать проект положения о примирившемся районе Сформировать рабочую группу по обмену насильственно удерживаемыми лицами Обсудить предложения по формированию международной коалиции по разминированию объектов культурного наследия ЮНЕСКО И созданию Конституционной комиссии Сирийскими войсками при поддержке ВКС России продолжается ведение боевых действий против отрядов ИГИЛ Достигнут значительный успех на востоке провинции Алеппо За последнюю неделю от террористов освобождено 92 населенных пункта на площади 479 квадратных километров В ходе операции впервые за последние 4 года правительственным войскам удалось выйти на берег реки Ефрат, восточный города Хавса Под их контролем находятся 15 километров береговой черты Восстановлен контроль над станциями очистки и перекачки воды После завершения восстановительных работ Алеппо и его пригороды будут полностью обеспечены питьевой водой В настоящее время правительственные войска продолжают наступление на террористов вдоль западного берега реки Ефрат Эти успехи стали возможными благодаря действиям российской авиации Которая в течение недели нанесла 452 удара по целям боевиков ИГИЛ на востоке провинции Алеппо Уничтожено более 600 боевиков, 16 боевых машин пехоты, 41 пикап с крупнокалиберными пулеметами, более 30 единиц автомобильной техники После взятия под контроль города Пальмира сирийские правительственные войска продолжают наступление к востоку от города И, овладевая господствующими высотами, расширяют зону безопасности к северу и югу от города Для разминирования освобожденной от террористов Пальмиры в Сирию прибыл первый отряд Международного противоминного центра вооруженных сил Российской Федерации Общая численность отряда разминирования составляет 187 человек и 32 единицы специальной техники В очистке города от мин и взрывоопасных предметов задействованы новейшие роботизированные комплексы и специально обученные собаки Российские специалисты совместно с сирийскими коллегами приступили к разминированию исторических памятников и социально значимых объектов в городе Обращаемся ко всем заинтересованным странам принять участие в операции по разминированию памятников мировой культуры, расположенных в Пальмире Действия по борьбе с террористическими группировками ИГИЛ и восстановлению мирной жизни на территории Сирии будут продолжены Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова